Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хочу вам показать посылочку по обмену, которую я делала где-то месяц назад. Делала где-то месяц назад, где-то обменивалась около месяца назад, хотя договаривались мы очень-очень давно, с Таней из России, Таней Стольятти, с которой я познакомилась через Инстаграм. И мы с ней обменялись посылочками, договорились количество вещей, которые мы будем друг к другу посылать, хотя мы не как бы не продержались на том уровне, о котором мы договорились. Здесь послали мы друг к другу на самом деле немного больше. Ну что ж, давайте приступим, я вам покажу, что Таня мне прислала. Итак, давайте начнем с того, что Таня все прислала вот в такой огромной косметичке, которую я уже пользовалась с удовольствием. Она очень-очень большая, она тут сделана из такого непровокающего материала. В общем, она все сюда засунула, и сейчас давайте буду вам показывать. Первое, что Таня мне прислала, были вот такая вот двойка шампуней, шампунь от Натура Сибирика. Таня боялась, что это будет чересчур для меня, потому что все в последнее время мне присылают эти шампуни и все и тому подобное. Но на самом деле шампуни никогда много не бывает, они у меня очень быстро заказываются, потому что волосы мои каждый день. В общем, я с удовольствием получила эти шампуни. Это облюпиховый шампунь для всех типов волос и тот же бальзам, в общем. Еще для волос Таня мне прислала вот такой вот облюпиховый скраб для кожи головы. Очень интересная штука, между прочим, шампунем я еще не пользовалась, потому что у меня еще есть предыдущие, которые не закончились. Это безумно интересная штука. Первый раз у меня не получилось ей пользоваться, второй раз я сначала помыла голову, то есть один раз промыла, и потом ее нанесла, потому что тут написано на грязные волосы, то есть мокрые, грязные. Но я все-таки помыла голову и сняла весь крем, которым я пользуюсь. Потом это нанесла, промассировала, оставила на 3 минуты, как тут написано, и потом смыла. Она оставляет такой, знаете, холодок, как ментоловый холодок. В общем, очень интересная штука. Я не знаю, если бы я пользовалась такой штукой, если бы мне такой не подарили, но попробовать или кому-то в подарок, это просто безумно интересная штука. Оставляет такой потом холодок. В общем, не знаю, насколько она действительно действует, искрабирует кожу и помогает росту волос, но очень интересная штука. Также для волос Таня мне прислала такую маску от Планеты Органик Тоскана Hair Mask, вот такая выделенная, которая уже подходит к концу, я ее сейчас активно пользуюсь, она у меня уже была эта маска давным-давно, мне ее прислала Оксана, тоже с России, а маска эта на моих волосах не маска, а более кондиционер активный, поэтому так я и пользуюсь, в принципе пользуюсь как маской, но она не действует на меня как маска, более как активный кондиционер, но в общем все равно с удовольствием пользуюсь. Также от Натуры Сибири ко мне прислала Таня вот такое вот масло для тела, оно, слушайте, как самое настоящее масло, прям масло маслом, оно даже не собирается как крема, масло маслом, в общем это наверное для более холодного времени года, который у нас то приходит, то уходит, поэтому подожду еще зиму и буду пользоваться. Так, совсем немножко попробовала на ноги, но толком еще этой штукой не пользовалась, запах интересный такой, кисленько-облепиховый, в общем это что у нас? Ну да, питательное масло для тела, облепиховое, в общем вот такая вот штукенция, буду пользоваться. Для лица я получила вот такие вот две штуки от Freeman, и так, у нас здесь есть маска ананасовая, которая мне очень понравилась, это очищающая маска для лица ананасовая, она действительно, после нее лицо действительно такое напитанное, более такое стянутое что ли, но не в плохом плане, более такое как тонизирующее, такой тонус продается лицу. В общем, такая симпатичная маска, мне хватило ее на два раза, потому что я люблю объем на маску наносить, и также она мне прислала вот такой вот абрикосовый скраб, а-ля чистая линия абрикосовая косточка, но этот очень такой мелкий-мелкий-мелкий-мелкий-мелкий скраб, ничего, такая вещь, но тоже хватило на пару раз, поэтому как бы, я не могу вам какого-то такого очень-очень активного обзора по этим поводу этих двух вещей сделать, но в принципе неплохие штучки попробовать, с удовольствием попробовала, потому что нас такие не достать. Дальше давайте лак, покажу вам лак, который она мне прислала, а мне прислала вот такой вот лак El Corazon, да, El Corazon, он называется, El Corazon, как вы его называете, не знаю правильно, а я не знаю, это же какой-то номер, а, вот, написано номер, номер 423, как это, ну, палочка 100 Easter Eggs, в общем, он такой, я вам ставила как-то сводчего на инстаграме, он вот такой вот розовый с такими черными вкраплениями, очень классный лак, очень интересно смотрится, смывается ужасно, просто мучение, товарищи, мучение смывать, если кто знает посоветовать, как такие лаки наносить, чтобы потом их минут 50 не смывать с ногтей, то, пожалуйста, посоветуйте мне, потому что было очень сложно его смыть, и вот такой вот замечательный просто красный лак, типа с гелевым эффектом, замечательный лак, держится на моих ногтях около, по-моему, дней двух примерно, в общем, замечательный лак, никаких наречений, с удовольствием пользуюсь. Давайте теперь перейдем на лицо, что же она мне прислала для лица, она прислала вот такие две штучки от Lumine, это CC Cream, замечательный крем, замечательный крем, то есть замечательное тональное средство, оно обещает как тональный, как консилер, как праймер, как иллюминатор, как долгостойкий и как SPF 20 защита от солнца, замечательное средство, если у вас есть возможность его попробовать, обязательно попробуйте, я думаю, что вы не разочаруетесь, я была им очень довольна, им с удовольствием сейчас пользуюсь, у меня уже осталось меньше половины, просто очень-очень хорошее средство, наверное, из всех BB CC кремов, что я когда-либо пробовала на нашем рынке красоты, это одно из самых лучших средств, между прочим, я сегодня с оленем, вы видите, на мне сегодня олень, так, по теме, и вот такой вот CC корректор, она мне прислала, он мне очень напомнил Bobby Brown корректор, который Bobby Brown, я в конце концов, я вам показывала, не помню где по поводу него что-то, что я его не люблю, но в общем, в конце концов, я его отдала, не оставила его у себя, она мне прислала вот такой вот, он в самом светлом Light Medium, может быть, это не самый светлый, на самом деле, не знаю, этот самый светлый, Это Light, у меня Light, у меня это светлая кожа, этот Light Medium, в принципе он корректор, мне Таня сказала, что он хорошо замазывает прыщи, он неплохо замазывает прыщи, но я не могу по поводу него сказать что-то супер фантастическое, если честно. И его оттенок немного сероват на мне, то есть если я замазываю какой-то прыщик, то эта сероватость видна, поэтому нужно очень хорошо потом растушевывать или запутривать, в общем, не знаю, какое у меня о нем еще мнение, пока пробую так. Следующее, что Таня мне прислала, вот такие вот тени от Eva Mosaic, наверное вы это так называете, тени четырехцветные для век, весенняя коллекция, она мне сказала использовать это как хайлайтер, еще не открывала, поэтому не пользовала, еще не знаю. Две туши, что я получила от Тани, была вот такая вот тушь Гурмандист, которая мне безумно-безумно-безумно понравилась, это тушь, которая делает объем, она действительно реально круто делает объем, мне это очень-очень понравилось, в общем, очень хорошая тушь, она мне очень понравилась, то есть ничего плохого вообще про нее сказать не могу, обалденная, мне очень понравилась, я даже из-за нее думаю, что для моих ресниц больше подходит тушь для объема, нежели для длины. И также еще одна тушь, которую она мне прислала, это тушка Боретт от Вен Собо. Вы все это знаете, с этой пластмассовой кисточкой. Открывать не буду, потому что она еще новая. Неплохая тушь, у меня есть еще одна такая предыдущая, она немного суховатая. Кто из вас не любит суховатые туши, это такая немного суховатая, поэтому обратите внимание, у нее такая пластиковая кисточка или силиконовая кисточка, хотя тут написано, что это пластиковая, но в принципе она как силиконовая. Неплохая тушь, чем-то напоминает мне ту, которая у меня сейчас от L'Oreal, чем-то напоминает мне Baby Doll от Yves Saint Laurent, поэтому неплохая тушь там. Карандашик, который мне Таня прислала от Catrice, черный карандаш, самый такой обыкновенный, к сожалению на мне нестойкий, размывается. Ну на мне карандаши в принципе нестойкие, я вот уже говорила, все карандаши, которыми я пользуюсь, я пользуюсь всегда с базой. Веки, видимо, у меня очень-очень сильно жирные, и поэтому на мне карандаши не держатся, только с базой. Единственный карандаш, который более или менее, у меня есть от Пупы, он такой более или менее, все остальное на мне течет. Продолжаем. База под тени от Art Deco. Девочки, обожаю. Самая, ну не самая, то есть Too Faced тоже хорошая, но это одна из самых лучших баз, что я пробовала для теней. Замечательная, держится на мне долго, века красиво выравнивает, ничего не утяжеляет. Вот замечательная вещь, сейчас лечу, вы с моим мужем посмотрели, что в Берлине в Duty Free это продают, это обязательно купится еще раз при запас, потому что в Израиле вроде бы это не достать. Вот такой вот, по-моему, это была корейская косметика, я сейчас не помню, что это, если честно, тут ничего не написано. Бальзам для губ, лимонный, хотя пахнет сладенько, сладенько лимонный, неплохой бальзам, чем-то напоминает этот EOS, который мне все любят. А неплохой такой бальзам, хорошо увлажняет, дает у меня около кровати, вечером его с удовольствием наношу. И теперь звезда этого видео, это три помады, которые мне Таня прислала, от которых я просто тащусь каждая, это просто лучшее, что я могла пробовать, это самый шелс этой посылки, которым я довольна, и Таня, огромное тебе спасибо. Первая это Мили Бачи от Науба номер 7, великая помада, которая Криги на всем рекламировала. Замечательная помада, безумно классная, лучше в 100 раз, нежели Лайм Крайм, я как-нибудь вам еще сделаю сравнение этих помад. Замечательная, в общем, если у вас есть где-то возможность это достать, попробовать, супер помада, супер стойкость, красивость лежит на губах, обалденный цвет, такой ярко-красный, в общем, супер помада, я от нее тащусь. Следующее, что она мне прислала, она мне на самом деле, это было смешно, она говорит, хочешь попробовать фиолетовую помаду, мне не подходит, я говорю, ну давай с удовольствием, в общем, она мне прислала такую помаду от 17, то есть тут есть блеск и матовая помада, блеском, девочки, не пользуюсь, потому что не люблю наносить сверхматовых помад блески. Это в номере 11, девочки, обалденный цвет, обалденный фиолетовый цвет, такой фиолетово-сливово-приглушенно-нюдовый, очень красивый, очень часто была с ним на видео, и всегда мне делали комплименты. Так что супер помада, если у вас примерно цвет и тип внешности, как у меня, обратите на эту помаду внимание, если живете в России, я не знаю, где еще это можно купить, хотя написано, что это что-то европейское, может где-то и в Европе, не знаю. В общем, фирма 17, номер 11, обратите внимание, супер, девочки, просто очень-очень мне нравится и стойкость, очень замечательная помада. И последнее, что было в этой посылке, мы договорились, что мы пошлем друг другу один люкс, я ей послала помаду Bobby Brown, потому что у них вроде не продается, и в принципе ее ценовая категория Bobby Brown как люкс, и она мне прослала вот эту помаду от Dior, это Dior Addict, номер 578, Dior Kiss. Я ее, конечно, видела, пыталась пробовать, но я от нее обалдею, девочки, это просто обалденная помада, она классно лежит на губах, она классно увлажняет, ее пигмент со временем, когда она стирается, немного остается, просто замечательно, мне так понравилось, что мне захотелось еще. Но, если сравнивать Chanel Coco Rouge, или как они там называются, и вот эти Dior Addict, эти намного лучше, нежели Chanel, вообще, Chanel в подметке, по-моему, не годится, но лично мое мнение. В общем, супер-супер помадой, девочки, я в полном восторге. Ну что ж, вот такая вот была моя посылка по обмену, я не снимала то, что я посылаю Тане, вроде бы она даже и не в Инстаграме это не особо ставила, я ей послала помаду Bobby Brown, несколько скрабов от фирмы Израильской Sabon, послала свою любимую маску для волос, послала масло для волос, послала несколько кремов от фирмы Sabon, послала несколько помад от фирмы Caroline, послала тушь от фирмы Caroline, послала 4 лака от Chic и 2 лака от Life, примерно как-то вот так вот. Вот, вроде бы она тоже была довольна моя посылкой, я надеюсь, что она ей понравилась, Таня не особо, по-моему, смотрит мой канал, но если она смотрит мой канал, Таня, напиши, понравилась ли тебе моя посылка. Вот, ну что ж, на сегодня было все, мы увидимся очень скоро, пока! Всем привет, сегодня хочу показать свои косметички, которые я беру с собой за границу. У меня есть две косметички, одна с декоративной косметикой, одна с нашей уходовой косметикой, вот эта вот будет с уходовой косметикой, и это будет с уходовой косметичкой.